здравствуйте пришло время первой летней обрезки так получилось сегодня 1 июня и на сливе уже есть побеги 50 сантиметров и выше плоды уже висят получается что я делаю данном случае я во первых на стволе убираю их можно обламывать такие вертикальные побеги все убираю а на ветвях как я прореживаю то есть я работаю как секатором такие без него если есть вертикальные побеги я просто обламываю делаю обломку а если что я делаю секатором то есть перевожу на боковые как при весенние обрезки вот смотрите есть побег 1 и 2 вертикальный этот можно укоротить а можно просто перевести на более мелкий боковой все силы пойдут сюда он более станет разветвленный и на более горизонтальных побегах будут образовываться плоды и будут обрастать плодовыми почками и больше будет урожая даже в этом году что были большие заморозки дважды все равно слива что-то завязала поэтому я все равно продолжаю летние обрезки чтобы и на следующий гостями стимулировать плодоношение расскажу чтобы было понятно почему и как я обрезаю значит маленькие веточки их можно называть шпортами или плодовыми веточками на них образуются обычно плоды то есть цветочные почки и потом плоды поэтому я стараюсь максимально большее количество их оставить а все которые растут строго вертикально я их удаляю в данном случае оголю их удалю листья что было видно смотрите есть более горизонтальный есть два вертикальных не взирая на то что это уже считается двухлетний побег я обычно вырезаю или на однолетних на двухлетних но не более я вот так вот обрезаю как весной что данном случае будет увеличивается более горизонтальный побег то что вертикальная просто вылама и вот еще есть один два три горизонтальных побега здесь я стал максимально количество горизонтальных побегов убрал вертикально также и здесь вот смотрите вырос строго вертикальный побег он будет забирать все силы и даже те силы которые должны идти на закладывание плодовых почек этой веточки и вот этой веточки вот так я просто вырезаю все вертикальное оставляя горизонтальная горизонтальная раз все и по такому принципу я обрезаю всю сливу она у меня остается в пределах двух метров расширяется вот этой сливе 9 года это и 8 лет и она имеет два метра и так и никогда не увеличивается в росте но расширяется урожайность конечно в этом году меньше из-за заморозка повторюсь но она просто усыпана вы видели фотографию на заставке прошлого года просто усыпана плодами ну с южной и южно-восточной стороны есть плодовое образование то есть она хорошо завязывает смотрите вот вся в плодах северной стороны северной стороны плодов меньше ну как дул ветерок как были заморозки так она где завязалась день и завязал принципе даже в этом году нормальный урожай нам получается более с южной стороны больше рожая северной меньше вы поняли что все что идет вверх вот вертикальные побеги вот вот этот этот побег удаляю все удаляю рукой неудобно снимать покажу маленький последний пример значит оголю листья вертикальный побег видите вертикальный побег его я удаляю на кольцо дальше есть тоже оголю листья что вам было видно есть горизонтальный побег здесь более горизонтальный побег вот он идет вверх вот этот верхний можно выломать можно вырезать все по такому принципу все ветви делаю более горизонтальными когда вы обрезаете летом вот такие молодые побеги они быстро заживляют не нужно даже замазывать варом весной я лишь корректирую то есть прореживаю большие ветви больше трех лет чтобы загущенную крону немного проредить а в основном все операции я делаю летом как на сливе так вот на вишне которая я вам уже показывал в одном из своих видео она прекрасна плодоносий все оставайтесь со мной с вами был виталий орех до следующих встреч до свидания